Здарова, друзья! Продолжаю вместе с вами смотреть Зе нафига. Роликов у него там дофига, еще посмотреть. На этот раз мы посмотрим Очень страшное оно. Мы смотрели, конечно, этот фильм, он нам очень зашел, и вторую часть смотрели. Какая больше понравилась, кстати? Первая, наверное, больше. И мне тоже первая больше понравилась. Ты привык уже к героям, думаешь, что во второй части будут тоже дети, а там фига как и взрослые. Ну там как бы книжки, на самом деле, так и задумано. Когда Стивен Кинг писал книгу, он же тоже сделал, как бы ее на две части разделил. В первой части были дети, во второй уже были взрослые. Ну, я думаю, что переозвучка будет кайф. Ну, вторая тоже была классная очень часть. Ну, конечно, да. Думаю, переозвучка будет крутая. Погнали. Дай. Ну что, Джорджи, хочешь свой кораблик обратно? Джорджи. Че ты ржешь, чучело? Лучше гони сюда свою мобилку. Тупой, что ли? Слушай, давай-ка повешливее. Вежлив я только с телочками, да и то только, когда их кадрю. Но я вообще-то взрослый. Типа, смотрите, он вообще-то взрослый. Я, пожалуй, пойду. А тебя че, кто-то разве отпускал? Куда ты пошел? Стой, говорю. Я с тобой еще не закончил. Как сурово. Да, теперь превратись в голую Марго Робби. Пойдет, Несси, монстр или кто? Дай меня спускаться и снова бить тебя. Делай, что говорю, а то хуже будет. И ведь вроде... Новенький, да? Я Беверли. Мы учимся вместе. Да ладно. Какого хрена тогда ты выглядишь, как 20-летняя девушка в самом соку? А я словно только вчера выпустился из детского садика. Девочки всегда выглядят старше. Это как бы нормально. Но я на четвертом же курсе универа. Кажется, это тапочек, пропавший Бетти Рипсом. О, черт. И что теперь будем делать? Может, поищем ее тело? Может, таки поищем Паху от ее тапочка? Паху, это же важная улица. Давайте отнесем ее в полицию и поможем расследованию, а? Креновая идея, да? Ниаль на Ричи. Что еще предложишь? Может, пойти в жуткий дом монстра, предварительно вооружившись? Но в полиции нам реально могут помочь. Заткнись, Ричи. Это слишком тупо. Пап, видал, какой я макет построил? Джорджи придет, просто обалдеет. Дебил, Джорджи больше нет. В смысле, они же только что с мамой в магаз ушли. Мамы тоже больше нет. Так, бать, если ты опять брал мои таблетки без сбросу, таблеток ваша больше нет. Таблеток тоже больше нет. Просто потрясающе. А теперь садись на стул и смотри, как я буду шлифовать свой ствол. С полной ответственностью заявляю, это самая отвратительная вещь, что я... Шлифуй ствол. Да. Тут это на ствол. Фига себе. Это кто ж себя так отделал? Ну, в смысле, да? Хулиганы порезали. Выглядит хреново. Может, тебя в больницу отвезти? Слушай, я ведь и правда. И как мы сами не догадались. Отличная мысль, Беверли. А еще эти хулиганы нарушили закон. Может, заодно и в полицию обратимся? Заткнись, Ричи. Это слишком тупо. Бедный Ричи. Не понимаю. Почему все говорят, что я не страшный? Грим вроде жуткий. Голос тоже. Может, я делаю что-то не так, а? Давай-ка проверим. Проблемы с доступом к Джои Казино? Что-нибудь! Нет, вроде нормально. Сработало, да. Вчера я тоже видел этого клоуна. Странный костюм, ярко-рыжие волосы, дурацкая прическа. Жуткий, противный, раздражающий голос. Еще... Ты постоянно безумолку нес всякие глупости. Про геев и православие? Придурок, я про клоуна из фильма. А, ну этот-то всего лишь люди и жрет. Слушайте, мы уже вроде столько фактов собрали. Может, все же в полицию обратимся? Заткнись, Ричи. Это слишком тупо. Бедный Ричи. Самый криповый момент был, когда из картины полезла эта женщина, которая жила. А, да-да, было такое. Жесть. И с нами Беверли. Мы все летаем здесь внизу. Офигеть. Говорящая дырка. Сама ты говорящая дырка. И я, многофункциональное сливное отверстие. Ну, максимально странно. Здесь написано, что я пропал. Ты не пропал, Ричи. Но ведь тут мое фото, мое имя, мой возраст, мой город. Успокойся, тут напечатано мое полное описание. Спокойно, Ричи. И написано, что я пропал. Что это значит? Это значит, что я пропаду. Это значит, что у кого-то тут есть принтер. Смотри, ветераны VR-чата. Мы столько всякого трэша видим. VR-чат. Не запугать какой-то вшивой бумажкой. Do you not wait? А? Оно ранено. Мы знаем, что его логово в канализации. Нужно спуститься туда и добить его. Нет! Хватит уже постоянно рисковать своими жизнями. Мы там все точно погибнем. Но почему? Вместе мы вполне можем победить. Да кого мы вообще можем победить? Ты посмотри на его пузо. Оно ему чуть кишки не выпустило. А я согласен с Беверли. Монстра я, конечно, боюсь, но там потом по книге у нас все-таки группа вышка в канализации. Сестрее. Ребята, я тут подумала. А может лучше... У них реально по книжке там... По книжке именно. Да, в фильме уже не показали. Да, специально убрали этот момент. Там реально было. Это книжки мелкие. Да. Да, да. Да. Мы же в полицию обратимся. Она передумала. Ребята, слишком тупо. Да. Момент Ричи. Хотите меня провоцировать? Я вообще-то убежденный пацифист и вегетарианец. Блин, да ладно. Ну, что, не ожидали, да? Ну, а что вы на это скажете? Старая экранизация круче? Генри Блин, ты там только не умирай. Помощь уже в пути. Эдди, а зеленка ему точно поможет? Конечно. Но мы же столкнули его в колодец глубиной метров 200. Точно. Пластырь еще надо. Подорожник. Подорожник. Значит, не боишься меня? Да я, честно говоря, страха штаны навалила. Детишки, да что с вами не так, а? Это же реально было серебида? О, как Стивен Кингану писал. Так, Стивен, у тебя по сюжету дети застряли в канализации. В кромешной тьме. Как они в итоге будут оттуда выбираться? Перед этим они обратятся в полицию, поэтому их быстро найдут. Блин, по-моему это тупо. Определенно тупо. Тогда они могут, например, пойти на ощупь. Ну что за бред? Ты бы еще предложил, чтобы они там устроили на ощупь групповуху с малюткой Беверли. Черт, да это же просто... Генеально. Генеально. Стивен, она пощути. Устройщик, а ты же малолейку групповуху. Вот так и было примерно, походу. Я на самом деле книжку не читала, но я слышала об этом моменте. И это, наверное, такой самый сомнительный момент в книге. Потому что, ну, ты ожидаешь ужаса, внезапно тебе такое. И, короче, я не знаю, чем он на самом деле руководствовался, Стивен Кинг, когда он это писал. Ну, типа, нет, там, типа, знаешь, как сказали, что это акт взросления героев. Они там преисполнились как-то мужество. Типа, пошли по этому и завалили оно. Ну, это так прям странно. Одна девочка была среди них. Да. Да. Бедная. Это прям жестко. Жесткая. Да. Очень жестко, очень шокирующе. А озвучка была очень спешная, как обычно, от нафига. Поэтому будем смотреть, продолжать дальше нафига. Ну, постепенно, конечно. Мы же не можем... Ну, от нафига очень нравится. Озвучки. Да-да-да-да. Ну, мы не можем подряд посмотреть все прям озвучки. Мы будем так чередовать, чтобы как-то разбавлять контент, понятное дело. И того немножечко, и того немножечко, как обычно, короче. Если понравилась реакция, ты знаешь все, что нужно тебе сделать. Там, поставить лайк, написать, комплименты, еще что-нибудь сделать хорошее. До скорой совсем с тобой встречи. А, да. По поводу стрима мы говорим что-нибудь или нет? Говори. Стримы прям пять дней в неделю. Да, у нас стримы проходят вообще-то пять дней в неделю. Два стрима у нас проходят на Ютубе. Во вторник и в пятницу все стримы в шесть часов вечера по Москве. А еще три стрима у нас проходят на Твиче. Там мы смотрим сейчас анимешки. Ну, в основном, да, мы смотрим анимешки. Среда, суббота, воскресенье. Тоже в шесть часов вечера. Все, если интересно, залетай обязательно. Все, теперь пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!